Ростов сегодня это продолжение борьбы с лесным пожаром в Усть-Донецком районе и внеочередное заседание комиссии по ЧАЭС, где губернатор потребовал оперативно справляться с возгораниями и сразу помогать пострадавшим. Это ночной пожар на складе прессованной бумаги, который тушили 8 часов и приезд к солдатам в военный госпиталь известных артистов Валерия Баринова и Андрея Мерзликина. А также личный прием граждан Алексея Млагвиненко, где говорилось о запуске нового троллейбусного маршрута в Левенцовский, достижения донского семеноводства в плане импортозамещения и практические уроки главного детского хирурга страны Дмитрия Морозова в ОДКБ. Ростов сегодня это поход на старый базар за близкой родственницей, казалось бы, арбуза, но нет огурца. А еще это календарь игр гонболисток Ростовской области на спартакиаде лучших спортсменов и безветренные плюс 33 за окном. На первом ростовском информационная программа Ростов сегодня, ее ведущий Дмитрий Сумской. Здравствуйте. Сильный лесной пожар в Усть-Донецком районе потушен. На это ушло двое суток. К сегодняшнему утру огонь удалось локализовать на площади 331 гектар и снять угрозу поселкам. Хотя работы пожарным было еще достаточно. При том, что до сегодняшнего утра авиация во главе с самолетом амфибия Бе-200 сделала больше 160 сбросов воды, а это в общей массе 520 тонн. В ночь силы и средства были оставлены для контроля внезапно возникающей задачи в связи с тем, что продолжается ветер и высокая температура. Применяется в 6 часов авиация МЧС России, Министерство обороны для дотушивания очагов пожара внутри всего площади против огня. Это не влияет на переход огня на строение. Угрозы населенным пунктам полностью нет. С вертолетов десантировали спасатели и сотрудников Минприроды для дотушивания тлеющих очагов в труднодоступной местности. Подключили плавсредства ГМС. В целом на тушении были задействованы 537 человек и 122 единицы техники. В станице Верхней Кундрючинской, где огонь атаковал три десятка строений и полностью уничтожил 7 жилых домов, побывал губернатор Василий Голубев, пообщался с жителями и поручил районным властям и департаменту ПУЧС оперативно подготовить документы на компенсационные выплаты. Первая помощь по 10 тысяч рублей. Параллельно с этим продолжается оценка ущерба по каждому домовладению. Сейчас подтверждается 7 домовладений, в котором проживали люди, 21 человек. Я сказал, что по индивидуально, по каждому будем работать и, естественно, в соответствии с законом будем рассматривать сразу выплаты всем этим семьям. Пожар в Усть-Донецком районе начался днем в понедельник возгоранием сухой травы на землях сельхозназначения и перекинулся на деревья лесного фонда. Из двух поселков пришлось эвакуировать людей. Людям, потерявшим жилье или имущество на пожаре, нужно оперативно помогать. Губернатор потребовал этого на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. А вот пример правильного реагирования. Первоочередные выплаты по только что потушенному пожару в Усть-Донецком районе ожидаются уже сегодня вечером. Максимально быстро все должны работать в любой территории и готовить документы, поддерживать людей. На сопровождение нужно брать каждого владельца дома, каждую семью и искать любые решения, чтобы минимизировать те трудности, сложности возникшие. Многие ландшафтные возгорания, по предварительной оценке специалистов, начинаются из-за коротких замыканий на линиях электропередачи от перехлёста проводов. Все случаи пожаров, которые возникли и в течение текущего года, и в последнее время, когда их было много, просто досконально разбираться. Досконально в том, что с этими организациями, я знаю, взаимодействуют постоянно с нами, но тем не менее, разбираться не нужно здесь самим себе проблемы создавать. Причины должны быть понятны. Если это есть, мы можем меры принять. Если мы на что-то закроем глаза, завтра повторение будет. Основная задача сейчас – не допускать новых пожаров. А если уж и где-то загорелось, как можно быстрее потушить. Пожары сейчас постоянные, составляющие сводок чрезвычайных происшествий. Горят не только поля и леса. Сегодня ночью в Ростове полыхал склад с прессованной бумагой. Подробности в сводке ростовского городового у Анастасии Фериченковой. Учитывая содержимое склада, огонь быстро охватил полторы тысячи квадратных метров площади. Чтобы потушить его полностью, пожарным понадобилось целых восемь часов. Огнем в ночи осветилась улица Днепропетровская. Около двух часов загорелся склад с поддонами прессованной бумаги и открытая площадка рядом с ним. По прибытию к местному вызову начальникам караула, что и пожарной части было установлено горение в складе. На позе полторы тысячи квадратных метров прессованной бумаги, а также стрельщ пленки. Незамедлительно был объявлен ранг пожара номер два. Силы и средства были собраны, установлены и сроки. Локализовать пожар удалось к пяти утра. Полную ликвидацию объявили около десяти часов. Двое безработных 19 и 22 лет отправились разгружать вагоны. Хотя их об этом никто не просил и знать не знал об инициативе. А трудяги вооружились молотком, дождались ночи и подкрались к грузовому поезду на станции Батайск. Сорвали замки и пломбы с трех вагонов и утащили оттуда чугунные печи с дымоходными трубами. Хотели сдать на металлолом, но патрульные полицейские нарушили все планы. Теперь подозреваемым грозит до пяти лет колонии. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 10,5 тонн топлива попытался провести в Россию старший механик теплохода, прибывшего из турецкого порта Измир. Перебор в топливных емкостях обнаружили при проверке таможенники и пограничники. Механик объяснил, что он намеренно занизил цифры в декларации, чтобы потом получить премию за якобы экономию топлива. Теперь вместо премии придется выплатить немалый штраф. Вдвое больше стоимости 10,5 незадекларированных тонн. На этом все. До встречи. Валерий Баринов, Андрей Мерзликин, Василий Гирелло, Стас Старовойтов рассказывали истории, пели, читали стихи в ростовском военном госпитале, а еще говорили о патриотизме и защите Родины. Артисты приехали поддержать раненых в ходе спецоперации солдат и признались, что им самим очень нужны такие встречи. Звезда петербургских тайн и кадет, народный артист России Валерий Баринов в военном госпитале Ростова вместе со звездной командой коллег. Приехали проведать военнослужащих, участников специальной военной операции и выразить восхищение их боевым духом. Люди по-разному относятся к тому событию, которое сейчас происходит. Но когда в доме пожар, за ведра должны хвататься все. Мои встречи с ними дают мне гораздо больше, чем их со мной. Вот они сейчас все подходят, сфотографироваться, фотографироваться. Я думаю, боже мой, Господи, это я должен благодарить Бога, что он подходит ко мне и вам доставляет радость сфотографироваться. Для меня это очень много. Поддержать солдат приехали заслуженный артист России Андрей Мерзликин, оперный певец Василий Гирелло, актер и стендап-комик Стас Старовойтов. Фолк-рок группа «После 11». Они уверены, неравнодушие окружающих лечит не хуже лекарств и операций. Та мелодия, которая составляет и в глазах искринку поймать, и в сердце что-то такое. Песня по большому счету лечит. Руслан из Сургута был ранен и контужен. В ростовском военном госпитале он четвертый день. И очень рад встрече с Андреем Мерзликиным, как с одним из главных героев фильма «Бумер». Я его понял по фильму, что он реально, он не струсил. Он сделал так, что встреча через какой-то определенный момент он может отдать свой долг, свое должное. Ну и так и получилось во второй части. Он отдал свое должное ребятам. Вот. И весь этот фильм, который там, это моя жизнь. Хожу из госпиталя за пневмонией. Я понимаю, что тут лежат раненые после спецоперации, но мне очень приятно, когда знаменитости приезжают поддержать наших солдат. Артисты поют, рассказывают истории, читают стихи. И такие творческие встречи люди искусства проводят регулярно, считая своим долгом поблагодарить героев за защиту Родины. Я вот редко кому завидую, а вот завидую своим далеким предкам. Я бы позволил сказать себе, что я благодарю их самым горячим словом, которое только удалось беречь возле сердца. Они приобрели для себя, для нас, да и для тех, кто после нас, прекрасную Родину. Татьяна Цепелева, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Новый троллейбусный маршрут 17А соединит с центром Ростова Левенцовский, причем еще до конца года. К первому сентября 2023-го откроется новый стадион в Первомайском районе. Об этом стало известно на личном приеме граждан, который провел Алексей Лагвиненко. Также горожане интересовались капремонтом поликлиники, благоустройством детской площадки и переселением из аварийного жилья. Я живу в стройгородке, а моя мама переехала в Левенцовку жить. Прямого транспорта нет, с пересадками крайне тяжело, потому что я с коляской, транспорт переполненный, маму больные ноги, ездим на такси друг к другу, но очень это дорого. Вместе с мамой в декрете Анной Ореховой с похожими проблемами к главе администрации обратились еще несколько человек. Горожане просят продлить троллейбусный маршрут номер 17, центральный рынок, стройгородок. И такие планы есть. Сейчас на маршруте работают пять троллейбусов с автономным ходом. Ведь на участке 3,5 километра от стройгородка до площади второй пятилетки нет контактной сети. Ее восстановят до конца года, после чего троллейбусы с автономным ходом задействуют на новом маршруте. 17А, центральный рынок, Левенцовский. Его запустят до 25 декабря. От центрального рынка мы планируем до конца года полностью сделать новый маршрут 17А, поставить пять новых троллейбусов, которые будут идти от центрального рынка до стройгородка по контактной сети. После этого они на автономном ходу будут идти через мост Малиновского, поворачивать на Еременко и на Солженицыно, так как у нас сейчас уже передается в Казну Жданово, новые построенные в прошлом году дороги, разворачиваться на Солженицыно и в обратном направлении уходить до центрального рынка. Также ростовчан волнует капитальный ремонт филиала городской больницы номер 1 в Первомайском районе. Он закрыт с 2016 года, но подрядчик должен сдать обновленный объект до ноября 2023. От лица жителей Октябрьского района озвучена просьба отремонтировать детскую площадку по адресу Немировича Данченко, 76. Она была отремонтирована, но она находилась в ужасном состоянии. Мы просили о том, чтобы помолили власти сделать площадку. В штабе тут у нас доустановлены одни настоящие самостоятельные малые формы. Это бюллиан, качели, беседали отдыха, качалки на пружинах. И другие малые архитектурные формы. Срок окончания работы мы поставили максимально 1 ноября, но реальную работу мы закончим до 1 октября этого года. Кстати, в Октябрьском районе до конца года отремонтируют 9 детских площадок. 128-й дом по социалистической 1900 года постройки признан аварийным с угрозой обрушения. Его расселяют вне очереди. Осталась там всего одна семья. Вариант, который нам предложили, нас не устроил. У нас есть привязка к центру города. Но, к сожалению, в центре нет нормальных вариантов. И там же еще вопрос площади стоит всегда. То есть, как бы, нам нашу площадь должны были давать. Теперь семья Екатерины Прилуцкой готова переехать на западное в муниципальное жилье после его ремонта. На это из бюджета выделено 888 тысяч рублей. Мы довольны. Единственное, что нам пришлось подождать, но этот вопрос поднимался на встрече. Это был, по-моему, сентябрь месяц, 3-е число, наверное. Нам озвучивали, что если вы хотите другой вариант, мы готовы вам предложить, но его надо подождать. Тогда ставим протокол. 17 сентября, день горный будет праздноваться 16, 17, 18, 18, в субботу. Может, даже, если что, зайдем, посмотрим, как. Пожалуйста. Тогда, день горный будет вам квартира. Спасибо большое. А к первому сентября следующего года по просьбам жителей Первомайского района появится новый стадион. Уже есть проектно-сметная документация. Мы уже разработали проектно-сметную документацию на строительство полноценного стадиона. На стадионе будет освещение, трибуны и модульные здания с раздевалками, туалетами и помещениями. Банан бывает не только желтым, но и красным. Особенно, если это помидор. Необычные сорта и гибриды томатов, баклажанов, перца уже 12 лет выводят в селекционно-семеноводческом центре Ростовске. Это в Октябрьском районе области. Кроме того, тепличная база производит семена овощных и бахчевых. Так что наш регион не зависит от зарубежных аналогов и полностью обеспечивает себя этими сельхозкультурами. Это вот бычье сердце бикалори. Это сердце словно бьется в руках, показывая свой розово-желтый бачок. Мясистые сочные томаты идеальны для салатов и соков, а для засолки в банки подойдут помидоры удлиненной формы. В народе сливки – официально бананы, красный и желтый. А еще агроном Валерий Огнев советует попробовать самый необычный сорт – шоколадный фонтан. Плоды красно-зеленой краски – сладкие, с нежным фруктовым вкусом. У него внутри еще один витамин добавил. То есть в томатах традиционных их нет. Это направление называется кумата. С поэктивными веществами. Поэктивные вещества – антоцианы. Это дополнительно томат стал как перец с поливитаминным концентратором. Помидор, перец и баклажан – ведущий культуры селекционно-семеноводческого центра Ростовский. 12 лет тепличный комбинат в Красюковской Слободе создает для региона овощные бахчевые новинки. 6 сортов и 12 гибридов томата, 14 сортов и 8 гибридов перца, 8 сортов и 1 гибрид баклажана. По сорту свеклы, редисы и огурца. Все они адаптированы к нашему климату, а значит высокоурожайные, соль выносливые, устойчивые к жаре и болезням. Сейчас наши образцы все большей популярностью пользуются, потому что они создаются в регионе для региона. И в этом отношении они обладают теми качествами, которые присущи именно нашим сортам. Во-первых, пищевые достоинства, вкусовые качества, чего иностранные гибриды, как правило, лишены. От тепличной экспозиции к дегустации на столах. Лучшие овощные культуры как повод гордиться урожаем отечественных селекционных центров. Несколько площадок в Октябрьском, Багаевском и Семикаракурском районах занимаются овощеводством. Элитные репродуктивные семена в нашем регионе производят четыре федеральных научно-исследовательских центра. Их пакетированный продукт давно в продаже, как прямой конкурент зарубежным аналогам. Нам нужны высококлассные семена. И мы видим на примере центра Ростовского, это агрофирма «Поиск», что та продукция, семена, которые они культивируют, она очень высокого класса. Мы сейчас провели дегустацию. Я хочу сказать, что действительно эта продукция будет пользоваться и по вкусовым качествам, и по внешнему виду. Она очень красивая, конечно, будет пользоваться спросом у жителей Ростовской области. Научная работа ведется и по созданию новых сортов азимых и яровых зерновых, зернобобовых и маслячных культур. Вопросы селекции семеноводства обсуждались на выездном совещании. Область полностью обеспечивает себя зерновыми и зернобобовыми, хватает регионы семян подсолнечника и кукурузы. Правда, по словам агрономов, отечественные разработки пока менее продуктивны, так что задача семеноводов – вывести именно высокоурожайные гибриды. Юлия Сурикова, Юрий Лешко, Первый, Ростовский. Главный детский хирург России Дмитрий Морозов отработал три дня в областной детской клинической больнице. График был предельно насыщенный, осмотр прооперированных им в предыдущие приезды детей и пациентов, которых вот-вот будут оперировать. Ну и сами сложные операции. Их специалист делал четыре вместе с хирургами ОДКБ. Застилая постели, раскладывая игрушки, Елена Могелина уже улыбается. Пятая операция для ее ребенка прошла успешно, и пока он в реанимации, мама приходит в себя. О том, что у малыша врожденная патология толстой кишки, стала известна сразу после родов. У нас с рождения, на вторые сутки мы сюда попали. Нас Андрей Сергеевич Коняхин оперировал, и на Вашинова Глеба Валерьевича. Ну, получается, вытащили ребенка с того света. Они сказали, если бы еще чуть, просто бы не успели. Твой ребенок болеет, мать сильная, ребенок сильный. Мать будет слабая, ребенок будет слабый. Поэтому самое главное – верить во врачей, в себя, в ребенка. И все будет отлично. Благодаря этой сложной и долгой на несколько часов операции малыш сможет жить полноценной жизнью. Главный детский хирург страны Дмитрий Морозов приезжает поработать в Ростов уже в четвертый раз. Вместе с командой ростовских специалистов провел несколько реконструктивных хирургических операций. Такая вот наглядная практическая учеба. Каждый малышонок, он как бы уникален. Каждый пациент. Ты вроде бы всю жизнь это делаешь, заходишь, начинаешь развязать, заходишь в ткани, видишь, что у него вот такой вариант, у этого другой вариант. Наша детская хирургия, в ней всегда очень много творчества. Поэтому мы оперируем, не торопясь, взвешиваясь, про и контру. Иногда даже берем некие паузы на осмысление. Вчера, кстати, вот такая вот у малышонка была ситуация, когда она пришла взять паузу, все вместе собраться, понять. Потому что пороки развития, они всегда причудливые. Ты можешь столкнуться с тем, чего вообще никогда не было никогда. Дмитрий Морозов осмотрел детей с патологией половой дифференцировки и тяжелых в реанимации. Тут польза и пациентам, и врачам. Работая с таким специалистом, ростовские хирурги набирают опыт. Все это делается для того, чтобы медицинская помощь детскому населению была более качественная. И вы знаете, что у нас в соседней территории Украины к нам поступают оттуда дети. Там большой дефицит врачебных кадров, особенно хирургических, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Также Дмитрий Морозов побывал на стройке детского хирургического центра инновационных технологий, который, по его мнению, будет претендовать на статус межрегионального центра Юга России. Ростовский. Ростовчанин решил испытать внедорожник на водопрочность, но попытка буквально провалилась на дно. Водитель вылезти из салона успел, а машина затонула в Северном водохранилище. Наш корреспондент Юлия Карасюк заметила погружение через интернет и готова рассказать, что еще удивила или повеселила ростовчан в сети. Еще на День города нас ждут вера, надежда, любовь, а вот в 10-м кабинете никто никого не ждет, потому что никто не знает, где он находится. Но все объяснения после. Автозаплыв на Северном водохранилище едва не закончился трагедией. Самая дорогая роколовка Ростова. На кувшинке утонул внедорожник. Водитель выбрался. Он сам туда заехал, в месте, где нет ограждения, сообщает автор фото. История не вызвала сочувствия у пользователей сети. Они стали писать ехидные комментарии. Водителю надо было остаться, чтобы роколовка работала. А так это домик для сомиков. Кто-то решил, что это лучший рекламный ход для выносливости внедорожника. Проводка не просто хорошая, а очень хорошая. Обвинили в произошедшем и неведомые силы. Там в прошлом году одна такая же чуть не уплыла. Место заколдованное. Веру, надежду и любовь можно будет увидеть в Левобережном парке Ростова. Они соберутся в новый арт-объект. 17 сентября в День города установят слово «любовь», а к 30 сентября появятся еще два слова «вера» и «надежда». Состоится финальное торжественное открытие, сообщают авторы поста. Но идею оценили далеко не всем. Древние греки пилили из камня монументальные статуи. Но пришел прогресс и теперь буковки из фанеры и пластика. Недовольным посоветовали просто проходить мимо и не мешать фотографироваться с верой в любовь. Зашкаливающее количество предупреждающих объявлений на одну входную дверь заметили ростовчане. Организацию явно достало, что большинство приходит не по адресу. Без масок не входить, фото и ксерокс не работают. Это, кстати, повторяется дважды. А для самых непонятливых – тройное предупреждение. Мы не десятый кабинет, его нет, он за магазином. Становится даже интересно, что это за кабинет такой, десятый. А вот и реакция ростовчан. И все же надо проверить, может, это и есть десятый кабинет? Я думаю, десятый определенно там, нужно зайти. А вот сообщение тех, кто докопался до истины. Недавно искала этот десятый кабинет, он за магазином продукты. Но девушку попросили не сдавать пароли и явки. Мол, пусть ищут сами. А в десятом кабинете, кстати, паспортный стол. И теперь найти его точно сможет каждый. В крайнем случае, можно зайти и уточнить в организации. На этом у меня все. Передаю слово. Спасибо, Юля. А мы продолжаем. Отправившись за арбузом на Старый базар, наш корреспондент Лидия Романченко купила сразу несколько желтых. Ведь где арбузы, там и их верные спутницы дыни. Так что сегодня под разбор цен, сортов и вкусов пойдут именно они. Да, пройти мимо ярко-желтых рядов и не поинтересоваться, сколько стоит, а потом и не взять вот эту и вон ту, я не смогла. Честно говоря, и не пыталась. Без темных очков на рынке сейчас лучше не появляться. Витрины буквально светятся от обилия солнечно-желтых летних плодов. И хотя арбузу, дыни и родственники по тыквенному семейству, ботаники склонны причислять их не к ягодам, а к овощам. Во всем виноваты зеленые связи с огурцами. Дыня из их рода. Обилие семян на молочном срезе и правда напоминает огурец. А некоторые сорта, даже хруст, позаимствовали у этого зеленого родственника. Как эти волгоградские кругляши в ярко-желтом. Самым сладким вкусом славится узбекская торпеда. Ее нежная мякоть бережно завернута природой в тончайшую кожуру, покрытую ажурной сеточкой. И при такой, казалось бы, уязвимой природной упаковке эти, не малыши, прекрасно хранят свежесть. Чернота должна отпугнуть и при покупке. На дыне не должно быть посторонних пятен и никакого рукоприкладства. При выборе не надо по ней стучать, как по арбузу. Лучше просто погладьте. Что они не берем, мягкие не берем. Вот есть, как видите, все ровно, все нормально, шашаву. Это они все хорошие, сладкие. Так сколько же стоит унести это хорошее и сладкое солнышко к себе домой? Дыни на прилавке вышли еще в июне, но тогда они взяли высоту в 150 рублей за килограмм. Золотая цена, учитывая, что одним килограммом плод не обходится. К июлю цены сжались до сотни. По 100 рублей и сегодня можно найти этот десертный овощ. Хотя с массовым сбором в августе нижний предел цен спустился до 60. А вот считать калории худеющим не придется. При всей сладости в 100 граммах их всего 38. На 90% дыня состоит из воды и по этому поводу восточная мудрость, которая звучит как тост. Дыня делает волосы блестящими, глаза молодыми, губы свежими, желания сильными, возможности исполнимыми, мужчин желанными, а женщин прекрасными. Этим, пожалуй, и закончу. Спасибо, Лида. Ну а мы переходим к спорту. Гонбольный турнир первой всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов стартует в субботу. 12 сборных регионов, а это по сути 12 сильнейших клубов страны, разбиты на две группы. Представляющие Ростовскую область, Ростов-Дон в группе А. Начинают наши девушки с Удмуртией, то есть Ижевским университетом. Дальше игры с Адыгеей, Приморским краем, Астраханской областью и хозяйкой турнира с Венегородской звездой, представляющей Московскую область. 26 августа команды поборются за выход в полуфинал, 28 полуфиналы и в понедельник, 29 августа, финал. Главный наш соперник Москва, за которую сыграют гонболистки ЦСКА. Большинство россиян чувствуют себя моложе тех лет, что зафиксированы в их паспортах. Такие результаты дал свежий опрос в ЦИОМ. 35% относят себя к молодежи, в том числе люди от 35 до 44 лет, а из опрошенных старше 60 лет пожилыми себя считают только 18%. Ну а какие возрастные ощущения испытывают ростовчане, исследование провела наша съемочная группа. На 50, но мне 60. От чего это зависит, ощущение возраста? Ощущение, ну если ты влюбляешься, то ты молодеешь. Вы влюблены сейчас? Да. Интересный вопрос. На 18 лет? Наверное, на 13-14. Почему на 13-14? Ну, потому что это считается самым важным возрастом для девушки. Почему? Принятие себя в этом возрасте. Потому что в школе могут издеваться над девушкой, это важно перебороть этот момент. Это происходит 13-14 лет как раз таки. На 30. На 30? Почему на 30? Ну, в душе я такой. Было хорошо, весело в это время. А сейчас? Ну, сейчас не хуже. На 12. Почему? Не знаю. Как? Я очень наивная и добрая. Сколько сейчас? 24. Вы так задумались? Ну, скоро 25. Не знаю, как отвечать. Чем легче к жизни относишься, тем... Тем моложе. Да. Вот именно сейчас. Наверное, на 20. Почему на 20? Потому что я еле иду, поэтому, мне кажется, мне надо на 20 лет быть моложе. В душе всегда молодой ощущаешь. Так что сейчас 65, а хочется лет на 20, на 25. А у меня внуки молодые, я с ними расту. Она свой возраст ощущает на 60. От чего может зависеть это ощущение возраста? От внешности. И от мозгов. А еще? От свободы. Насколько более свободны, значит, и моложе. То есть, можно в 18 себя чувствовать на 30, если не будет достаточно? Да, если у вас есть комплексы. В 18 лет их больше, чем в 25 и 30. То есть, вы думаете, что в 25 и в 30 чувствуешь себя лучше? Я думаю, да. Я, наверное, 19, хотя у меня 28. Почему вы младше чувствуете себя? Да не знаю, наверное, семья, то, что все окружают. И как-то солнечно на сердце как-то круто становится. Собаки вот такие вот радостные бегают. И поэтому 19 лет на душе. Август так нагнал жару, что буквально вспыхнул ландшафтными пожарами. Такие ласковые солнца и ветер могут наделать серьезных бед. И наш метеокор Иван Полехин пытается свести на нет погодный фактор ЧАЭС. Ростовчане, всем огромный привет. А этот привет сегодня у меня крайне серьезный. И вот почему. В нашей области по-прежнему очень пожароопасно. Все мы видим, к чему приводят и чем опасны эти августовские палящие дни. Какие ландшафтные пожары бушуют в Усть-Донецком районе, к примеру, на данный момент. Так что еще раз напомню основные правила пожарной безопасности. Ну, все мы знаем, что на природе разводить костры и вообще огонь категорически запрещено. Но отжарить шашлыки нужно только в специально отведенных для этого местах. А в целом просто будьте очень внимательны в обращении с огнем хотя бы до середины осени. Сегодняшняя ночь ожидается комфортной. Под утро воздух остынет до 23 градусов. Только спать и спать. Днем, правда, снова плюс 33 и малооблачно. Осадкам пойти неоткуда. Пылающую атмосферу поддержит ветер, заметят который лишь самые внимательные. Его скорость немногим выше полутора метров в секунду. И перед тем, как попрощаться, еще раз напомню вслед за МЧС. Огонь расхлябанности не прощает. Будьте максимально внимательны и несчастных случаев удастся избежать. Все, пока. Увидимся завтра. Что ж, таким был Ростов сегодня. А каким он будет завтра? Смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация и контакты на сайте. В студии был Дмитрий Сумской. Увидимся завтра. Одежда ведущим предоставлена магазином Элис. Дмитрий Сумской.